Субботник под землей. Новосибирские спелеологи вернулись из республики Алтай. Там они провели генеральную уборку в одной из самых красивых пещер нашей страны. Анатолий Харитонов подробнее. От села Урлу-Аспак, что в майминском районе республики Алтай, новосибирские спелеологи добирались до пещеры пешком 7 километров. Сначала лесной тракторной дорогой, затем по целине через бурелом на 30-ти градусном морозе. Это тоже было своеобразное приключение, когда на морозе аж глаза слепаются при моргании. А вот за спиной еще огромный рюкзак и идти, черт знает сколько. Сначала мы шли по тракторной колее, потом этот тракторная колея уходила в сторону, и нам пришлось тропить тропу по лесу. А снега там было где-то по пояс. И вот мы с этими огромными рюкзаками часа, наверное, три тропили тропу. Мы три часа шли 600 метров по лесу. Знаменитая пещера Туткуш, что в переводе с алтайского означает «ловушка для птиц», является памятником природы республиканского значения. Вход представляет собой глубокий провал в земле. Вертикальный спуск около 20 метров. Дальше горизонтальные ходы. Невероятно красивые озера и галереи. Новосибирцы разбили лагерь прямо в гроте. Зимой тут намного теплее, чем на поверхности. Круглый год постоянная температура плюс 4 градуса. Несколько часов на отдых. Затем генеральная уборка. Повсюду банки, бутылки, батарейки, обрывки скотча, куски альпинистских веревок, окурки и хлопчатобумажные перчатки. У нас были транспортные мешки, так называемые транспортники, которые в пещерах используют для переноски снаряжения. Мы в них прокладывали полиэтиленовые или такие матерчатые мешки, обычные мусорные, и туда складывали мусор. А потом транспортировали его наверх до входа. За три дня работы в пещере спелеологи наполнили мусором 7 больших мешков. Я надеюсь, что мы подадим пример. Хочется сохранить то, что мы любим видеть в превозданном виде. Может быть, сейчас мы найдем себе единомышленников, даже спонсоров, и уберем все лучше. Вынести весь мусор из пещеры Туткуш за раз невозможно. Надо провести еще несколько генеральных уборок. Иначе этот памятник природы постепенно погибнет, говорят новосибирские туристы. По данным алтайских экологов, некоторые отходы, например, остатки карбидных ламп, нарушают естественные химические процессы в карстовой полости. Растет угроза уникальной системе рождения и хранения подземной воды. Анатолий Харитонов, Алексей Погудин. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин